Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Азбука безопасности. Чтобы не было микробов на руках. Учебное заведение города борется с распространением коронавируса. Как? Тысячи оттенков осени. Можно видеть красоту в самом маленьком, в листочке. В Бобруске открылась фотовыставка, где посмотреть работы. Ненастная пора. Пасмурная дождливая погода будет аж до конца недели. Синоптики обещают сухую и солнечную погоду, рассеются летучие. А также важное совещание, бонусы для предпринимателей и большая уборка. В Бобруске наведут марафет. Как стать участником экологического движения. Безопасное образование. Вторая волна коронавируса продолжает накрывать страны мира. В белорусских школах и детских садах профилактика превыше всего. Максим Кембель тоже побывал на утреннем фильтре. С чего начинается день в 69-м детском саду? С утреннего фильтра. Перед тем, как родители передают свое чадо в руки воспитателя, проводится визуальный осмотр. Нужно узнать, как себя чувствует ребенок. При малейших сомнениях малыша отправляют в медпункт. У нас проходят беседы с детьми в игровой форме и разные мероприятия. Мытье ручек, прогулки. С детьми беседы всегда ведутся. И опять же с родителями тоже. И воспитатель разговаривает. По всем вопросам у нас очень много наглядных примеров, всяких плакатов. Обработка дверных ручек, шкафчиков для переодевания, перил, лестничных проходов. Таковы меры для поддержания здоровой эпид-обстановки. Работники сада вооружены всеми необходимыми дезинфицирующими средствами. А малыши знаниями о пользе мытья рук. Чтобы не было микробов на руках. Профилактические меры предпринимаются и в школах города. На входе медицинский пост. Температуру здесь измеряют бесконтактным термометром. В столовой за столом рассаживают не больше четырех человек. Учебные классы регулярно проветриваются. А парты, подоконники и все, до чего прикасаются школьники, обрабатываются дезсредствами. Для лучшего восприятия. Борьба с распространением вируса ведется и в телеформате. Каждую перемену на экране транслируются профилактические ролики. На каждом уроке учитель осматривает ребенка визуально. В классах все для здоровой обстановки предусмотрено. В каждом учебном кабинете у нас есть уголок для обработки антисептиком рук. Висит инструкция, как правильно делать. За каждым классом закреплен свой учебный кабинет. То есть дети по школе не передвигаются. К ним на учебные занятия приходят учителя в свой кабинет. Меры безопасности – совместная разработка Минздрава и Минобразования, чтобы, не отвлекаясь от учебного процесса, сохранить здоровье маленьких граждан. За соблюдением профилактики COVID-19 следят специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Организованы режимы проветривания кабинетов учащихся и мест общего пользования. В достаточном количестве во всех учреждениях образования моющих, дезинфицирующих средств, а также обеспечены везде условия для соблюдения правил личной гигиены и учащихся, и сотрудников. Основное внимание специалисты уделяют соблюдению в учреждениях образования масочного режима. Но медики напоминают – ответственность за здоровье лежит в первую очередь на каждом из нас. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. В Беларуси выздоровели и выписаны 80 905 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 89 642 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 2 267 862 теста. МИЗДРАФ обновил список государств, в которых регистрируют случаи инфекции COVID-19. С этого дня он пополнился на 28 позиций. В него вошли Франция, Бельгия, Польша и Литва. Люди, которые прибыли из этих стран, обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 дней после приезда в Беларусь. Полный список доступен на сайте ведомства. Рабочее совещание простой бизнес и сниженный тариф роуминг между Беларусью и Россией существенно подешевеет во сколько раз. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам. В повестке дня три блока – экономика и финансы, политическая сфера и общественная безопасность. На встречу пригласили руководителей правительства, Национального собрания, Верховного суда, Администрации президента областей города Минска, силовых ведомств и Минздрава. Беларусь и Россия переходят на систему сниженных тарифов мобильной связи. Тестовый режим начнется с 1 ноября. Это не отменяет полностью тарифы на роуминг, но резко сокращает их стоимость. Звонки подешевеют в 20 раз – с 30 центов до полутора. Бизнесмены смогут обращаться за админпроцедурами в любую налоговую. Нововведение предусмотрено проектом изменений в налоговый кодекс. Он практически готов. Так называемый экстерриториальный принцип обслуживания уже действует для физлиц. А с 2021 в планах налогового ведомства упростить обслуживание и для ИП. В Беларуси предлагают доработать в порядке условия предоставления господдержки при строительстве жилья. Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение на правовом форуме. Документ призван систематизировать отдельное положение, которое вызывает наибольшее количество жалоб и обращений граждан. БелАЗ наращивает экспорт в дальние зарубежья. За 9 месяцев 2020-го показатели рекордные за всю историю автогиганта. Из 22 государств, куда поставляется техника, 15 страны дальнего зарубежья. После шестилетнего перерыва возобновились поставки техники и в ЮАР. Также продукция востребована в Монголии, Польше, Болгарии, Боснии и Герцеговине. Стали очевидцем происшествия, бьетесь недорешением на болевшие проблемы, есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Фотография длиною в жизнь. В центре досуга и творчества Бобруйска открылась выставка в фокусе объектива «Осень». Здесь представлено почти 80 снимков красоты родного города, природы и белорусской земли. Каждая фотография пропитана теплотой, которая так необходима человеку в любое время года. Все любимые места в городе Бобруйске. Можно видеть красоту в самом маленьком, в листочке, вот, как облако плывет, вот, видеть образ чей-то и так далее. Все это надо примечать, вот, ну и, конечно, все это надо снимать. Рядом с фотомаэстро самые родные люди, в гостях студенты и школьники. Любой желающий может ознакомиться с выставкой «Времена года плюс тысячи оттенков осени». Достаточно открыть двери центра досуга и творчества, чтобы получить эстетическое наслаждение. Большая уборка. В Бобруйске пройдет субботник. Навести марафет организации города выйдут уже 24 октября. Фронт работы, главные улицы, парки, скверы, прилегающие территории предприятий и строительные площадки. В Бобруйске станет не только чище, но и красивей. В рамках субботника также высадят кусты и деревья. Все желающие могут присоединиться к экологическому движению, навести порядки возле дома и во дворе. Желтое предупреждение объявили синоптики на предстоящие сутки. Ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В среду небо над Бобруйском затянули тучи, прошел дождь. Воздух прогрелся всего до 10 градусов. Надолго ли тренд? Мария Бересневич. В четверг в Беларуси будет тепло, но дождливо. Ожидается облачная погода с прояснениями. Утром столбик термометра остановится на отметке 8 градусов. Днем воздух прогреется до 15. Ветер подует юго-западные 4-9 метров в секунду. Местами возможны порывы и вовсе до 18. Объявлено желтое метеорологическое предупреждение. Пасмурно и дождливая погода будет аж до конца недели. С понедельника в прогнозах синоптиков солнце и без осадков. В среднем по стране термометры покажут 11-13 градусов. На США обрушились рекордно ранние снегопады. Серьезно от зимнего шторма пострадал штат Миннесота. Это привело к образованию пробок на дороге. Произошло свыше тысячи аварий, 48 ДТП с травмами. Из-за непогоды более 30 тысяч потребителей по всему штату остались без электричества. В международном аэропорту у меня Полисцент Пол накануне вечером зафиксировали 20 сантиметров белого покрова. А это рекорд сезона. Подобный снежный октябрь датируется лишь 1991-м. В Европе свирепствует шторм Барбара. Первыми под удар попали Португалия и Испания. Там объявили красное и оранжевое предупреждение. Стихия вызвала сильные ливни и мощные ветры. Здесь выкорчеваны деревья, повреждены линии электропередачи, снесены постройки. Барбара принесла ненастную погоду и в южные районы Великобритании. Синоптики предупредили о риске наводнений. Порывы ветра в прибрежных районах будут достигать 105 километров в час. Завтра утром в Обруйске будет пасмурно. Ожидается небольшой дождь и туман. К обеду из-под туч выглянет солнце. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. Днем за окном будет плюс 14. Ночью до 9. Мария Бересневич, Максим Галенка. Обруйск, 360. Сразу после нас сирена. Моя коллега Анастасия Шевцова с обзором коминальных новостей недели. Не пропустите это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете, в соцсетях. В эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok